Всем приветик, с вами я, Совершайн, и вы на моём канале. Сегодня у меня будет такое необычное видео. Сегодня я его снимаю в честь 14 февраля, Дня всех влюблённых. Он у нас будет уже буквально через несколько дней, поэтому я решила снять для вас такой шоппинг-влог, где я буду собирать несколько образов 14 февраля в разных магазинах. Заодно покажу вам, какие вообще там есть новиночки. В общем, у нас случилась ужасная ситуация. Мама снимает влог. Посмотрите, какая погода. Всё в снегу. Мы только приехали сюда, чтобы снять это видео, но резко захотели кушать. И поняли, что надо идти кушать, поэтому идём в наши любимые тануки. Мне ещё врач сказал, ну там эндокринолог, у меня там по анализам кое-что, и она мне сказала, что мне нужно есть рыбу три раза в день. Ой, три раза в день, нет, три раза в неделю. Вот такой снегопад. Мы сейчас с мамой будем кушать. Другой. Да ты что? Что происходит за кадром? В общем, сейчас я вам ещё расскажу историю, которая сейчас на рыбе произошла. У меня такой кашлитий происходит, что-нибудь. Вот реально, что такое? Просто люди надо быть открыты. Ну, подходишь, если они ничего бредового не просят у тебя? Подошёл чувак, взял свой 15-й айфон, стабилизатор. У меня на днях, мне чувак подошёл, сказал, накрась гул и поцелуй меня, пожалуйста. Нет, это бредовое событие. Когда тебе до 15-й айфон стабилизаторы уходят, нормальная история. Я говорю, мам, надо было убежать ещё. Ну всё, в общем, я, наверное, даже вставлю кадры из маминого влога. Смотрите, мы встретили моего дочек. Как вас зовут? Я влог с ним. Бегги. Бегги? Да. Ой, классно, очень приятно. У меня Лена, это Софи. Я снимаю тут Софи лайк, а Бегги не смог выдержать моего непрофессионализма и подошёл меня проконсультировать. Я просто в баре бухал и увидел вас. У меня тут семейный контент, у нас тут бухать нельзя. Я вас запикаю. Всё, Соня, давай, снимаем. Так, ну что, я вам показываю первый лук 14 февраля. Это мой сегодняшний. Вот такой вот у меня милейший свитер просто. У меня постоянно спрашивают, откуда этот свитер. Он из лук онлайна. Просто 14 февраля идеально. Вот такие джинсы. И у меня ещё не было зимних кроссовок светлых, поэтому я вместо светлой сумки взяла сюда чёрную и смотрю нормально. Поэтому мне обещайте внимания. А, ещё серёжки с сердечками. Оцениваем от 1 до 10. Так, ну что, первый лук в окру. Это вот такие вот очень крутые джинсы. Они типа чёрные, вот такие вот коричнево-бордовые потёпкости. Сейчас у меня микросовка ещё круто. И ещё такой мини-советик. Если вы хотите, чтобы джинсы сидели вот прям очень модно, стильно и, ну, вот так прикольно подчёркивали фигуру, то берите лучше джинсы не своего размера, а на 1-2 размера больше. Вот я сейчас беру так просто все джинсы. Потому что, ну, когда они сидят прям жёстко по фигуре, смотрится как-то не очень. И ещё тут вот такой вот топик. Он очень интересный. Ты когда вот так делаешь, вот так, он типа чёрный. Когда вот так распрямляешься, он тут розовый. То есть тут вот такая вот какая-то ткань. Но очень прикольно. Мне ещё нравится. Тут можно вот так застегнуть, не переживайте. Но мне нравится, когда вот тут вот молния. Ну, так тоже классно. Понятно, что это не окончательный вариант образа. Сюда ещё добавить украшений. Может быть, что-то вот сюда. Какую-то цепочку, колечки, серёжки. Можно вообще даже кольца вот такие. И будет очень прикольно. Не скажу, что это прям наряд на 14 февраля. Вот. Но на 14 февраля с подружкой нормально. Так, ну что следующий образ. Это вот такой вот корсет из кожи металлик. И вот такая юбка. И вот такие вот каблуки. Очень удобные. Просто самые удобные каблуки в мире. Я, в общем, не могу сказать, что мне очень нравится этот образ. Потому что мне кажется, что вот этот корсет с юбкой не очень как-то смотрится. Но просто обратите внимание на отдельные вещи. Юбка очень классная. Я думаю, можно её даже купить, выступать. Соня, мне кажется, что это что-нибудь действительно обомнажённое. Надо прикрыться. Сейчас перекрыться. Давай ещё чем-нибудь прикрыться. Вот такое дело. Всё прикрыто. Всё хорошо. Это чужой я просто. Она мне ещё маленькая. Я еле натянула. Просто как колготки. Вот такой вылез какой-то. Ну вот юбка мне нравится. Юбка прям классная. И каблуки. Каблуки просто самые удобные в моей жизни. Реально. Так, ну что, следующий очень странный образ. Его у меня заставила, надеюсь, мама. Это вот такой вот свитшот. Единственная красная вейс на всём магазине. Но не могу вам её посоветовать. Потому что мне, если честно, не нравится. Никак она. Ну, смотрится она ещё ладно. Более-менее на пару размеров больше. Взять и нормально. Ну, просто как-то... В общем, как будто Берджика 2020. Вот так вот. Мне не нравится. Я бы вам такое не посоветовала. Но нашла вот такую сумочку. Мне вот в последнее время очень нравится сочетание розового и красного. Хотя до этого мне вообще не нравилось. И вот на этой сумочке розовой вот такие красные стразы. Смотрятся очень симпатично, правда. А свитер не советую. Так, ну что, вообще ставлю свою оценку Экру. Мне там, на самом деле, понравилось. Там много сейчас всяких прикольных низов, штанов, кофточек, топиков. Поэтому Экру лайк. Плюс там ещё, кстати, очень появилась классная обувь. Но на День Святого Валентина там оказалось очень мало вещей. Возможно, они просто к этому празднику даже не начинали готовиться. И вообще не планируют. Потому что там я вообще не увидела ничего в Дню Святого Валентина. Кроме одной сумочки. Мы сейчас решили зайти во взрослую Зару. Во взрослый Мэг. Через детскую. И вот тут вот видно, что люди как бы готовили Дню Святого Валентина. Мне очень понравилась вот эта рубашка. Была бы она взрослая, я бы тебе купила. Посмотрите, какая милейшая сумочка. Вот говорю, готовились. Муж милашки? Надеюсь, ты подписан на канал. Проверяй. Крутые, да, я тебя нашла? Сань, спокойно. Ну, покупай. На самом деле, сегодня в Мэге очень-очень красиво. Нашла вот такие вот джинсы. Очень интересные. С таким вот красным металлизированием. Даже не знаю, как это назвать. Потому что уже все привыкли там к серебристому, к золотому, к бронзовому. А тут красный. И очень красиво смотрится в жизни. Сейчас хочу взять и померить. Еще всякие вот такие вот красные плачушки. Топики. Футболочки. Вон все сапоги. Мне очень понравились. И вот эта кофта мне понравилась. Тоже, думаю, взять и померить. Вот на эти сандалии я маму не уговорила. Потому что она сказала, что еще до отпуска два месяца я себе найду какие-нибудь получше. Размеры 32-34 уже разобрали. Первый образ книги Святого Валентина в Мэг. Я решила надеть вот такой вот топик. Корсетный, трикотажный. Но я не могу сказать, что он мне нравится, как смотрится. Поэтому я, наверное, его сейчас поменяю на свитер красный. И вот такие вот джинсы металлизированные только вот с таким красным металликом смотрятся вот в жизни очень круто. Но сидят, сидят. Я не скажу, что прям очень классно. Возможно, мне просто не привычно то, что они не очень широкие. Такая вот модель. Но мне кажется, что поприкольнее было бы, если бы они вот тут внизу были прям широкие. Потому что металлик вот этот смотрится очень интересно. Почему меня мама уговорила к этому образом надеть вот эти туфли? Но они смотрятся, конечно, прикольно. Но не с этим образом. Могу сказать, что стало лучше. Потому что свитер какой-то тоже очень странный. Но если бы он был бы объемный такой, прям очень классный, как вот, например, монохром, то было бы очень круто. Следующий образ мне нравится намного больше, чем предыдущий. Я решила надеть вот такое вот красное платье-комбинацию. И сверху него надеть вот такой вот свитшот. С очень, ну, такой вот симпатичной надписью. Она такая типа потертая и с красным цветом. Очень прикольно сочетается. Можно заполнить этот образ вот такими вот ботиночками с молнией. И моей сумочкой с сердечком и шипами. Вот это платье, конечно, вообще не про меня. Я такие никогда не ношу. Вот немой немножко стилек. Но вообще смотрится достаточно симпатично. Посмотрите, просто какой милейший свитер с сердечком. Это еле что в Евгонии. Мы поели снова булочки и решили прийти на лавочку. Вот. Вот еще походили по нескольким магазинам. Я там чуть-чуть совсем поснимала. И для примерки, если честно, ничего такого прям не нашла. Поэтому, наверное, буду уже с вами прощаться. Пишите в комментариях, как вам такой формат. Снимать мне его чаще или нет. На самом деле, очень понравилось снимать это видео. И надеюсь, вам тоже очень понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!